Это обычный металлический контейнер. Его не используют в торговле или для хранения чего-либо. Контейнер стал домом для фельдшера из села Восток Аламединского района Чуйской области. Любой приезжий мог бы подумать, что это обычный дом с окнами, дверью и крышей. Фасад контейнера очень хорошо облицован. Здесь живет Олкун Рахматова и четверо ее детей, трое из которых школьники. Раньше снимали жилье, но глава семьи муж Толкун заболел, у него отказали почки. Средств на лечение было потрачено немало. Все накопления ушли на процедуру гемодиализа. В 2015 году, рассказывает Олкун Рахматова, местные власти предоставили этот контейнер, утеплели пол, подключили электричество. В июле этого года главы семьи не стало. Подхваченная двусторонняя пневмония оказалась смертельной. Какая зарплата у вас, как у фельдшера? 9500. Это все на детей, на семью? Как вы распределяете свой бюджет, чтобы на все хватало? Ну хватает, потому что у нас очень население хорошее. Я вот здесь работаю уже 13 лет. Вот у нас недавно был кормонат. Мне вот буквально и продуктами, и мешками, вот этот, мешками эти, муку, масло, все-все приносили. Потому что и раньше приносили. Потому что муж 5 лет не работал, все знали, что я одна работаю. В контейнере, рассказывает Олкун, есть все условия. Две комнаты, кухня. Но вот зимой, если нет света, очень холодно. А летом, наоборот, очень жарко. Железо от солнца сильно нагревается. Тут вот дети спят. У меня на верхнем полке дочка. А на нижнем двое детей. Маленькие вот эти. Нурсултан с Даниэлем. Это их комната получается. Здесь мы, у нас как кухня маленькая получается. Мы здесь зимой и кушать готовим. И здесь они у меня готовят свои уроки. Здесь мы сами. Здесь нам вот айлук мыт. Теплый пол. И вот это наше отопление. Кышка отопление осмелилась. От дома до места работы Олкун Рахматовой рукой подать. Точнее, пройти с десяток метров. В местном ФАПе женщина трудится 13 лет. Рабочий день фельдшера начинается в 8 часов утра. До половины третьего осмотр плановых пациентов. А после она идет домой к больным. Кому капельницу поставить, кому уколы нужно сделать. К местному ФАПу относится все население села Восток. Это 3,5 тысячи человек. А еще граждане, проживающие в ближайшие новостройки. Это еще около 2 тысяч человек. На подмоге санитарка, которая следит за чистотой в фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас у меня очень много. Потому что из-за этой пандемии мы, получается, с марта месяца детей не принимали. Сейчас я всех зову по карточкам, телефонами. И вчера, получается, у меня 17 детей было. Шестилетку и годовалую делу. Мы планируем и зовем всех детей в этот день. Сегодня, получается, у меня 13 детей было на приеме. Одна из сельчанев благодарность готова построить добротный дом для Толкун и ее детей. Но для этого нужен земельный участок. Вот так в Кыргызстане живут бюджетники. Тем временем депутаты живут в ведомственном доме. Не все, конечно. Только те, кто несколько лет назад не отказался от такой привилегии. А еще народным избранникам полагаются надбавки. Например, каждый месяц им выдают на текущие расходы по 40 тысяч сомов. Если бы врачам платили так же, как и депутатам, проблем у медиков, конечно, поубавилось бы. В том числе и связанных с жильем и бытом.